События Великой Отечественной войны не обошли стороной ни один уголок нашей Родины. Западный Урал и Сибирь наравне с остальными принимали в них участие, несмотря на то, что боевых действий здесь не велось. Однако сотрудники милиции, как и вся страна, работали в условиях военного времени. Тысячи из них хотели уйти на фронт, но кому-то надо было остаться здесь и охранять порядок на мирных территориях. О них и пойдет речь в сюжете Антона Войтовича. Ирина Щербакова занимается музейной деятельностью всего 7 лет. Но за это время подведомственный ей музей полиции Югры буквально преобразился. Значительно вырос его фонд, архивные фотографии, документы, личные вещи сотрудников. Все это полностью отражает историю ведомства с царских времен до сегодняшних дней. Здесь у нас, конечно, предметы быта, которыми наши бойцы воевали на фронтах, но все равно нужно было как-то свой досуг устраивать. Это и песни пели, играли на гармошках, варили вот в таких вот котелочках, варили себе ужин и обед. Вот в таких фляжах они пили воду. Кстати, обратите внимание, цвет чехла фляжки, то есть это действительно НКВД. Это не какая-то военная фляжка, а чехол, получается, принадлежность к органам внутренних дел здесь явно прослеживается. Музей помогает пролить свет на происходящее в Югре во время войны. Документов сохранилось не так много, все они разбросаны по архивам разных регионов и семейным коллекциям. Но здесь буквально по крупицам восстанавливают историю, кто и как охранял покой югорчан. Воровство, убийство, как я уже сказала, дети под преступный элемент попадали, это тоже воровство. То есть приходилось бороться, ночами не спали люди. Бывало такое, что продавцы забирали выручку домой, и не просто они домой ее относили, а шли к милиционерам и отдавали им на хранение, потому что неизвестно было, вернутся они домой с этой выручкой или нет. Годы войны стали особенно тяжелым временем для органов внутренних дел. А милиционеры в это время своих детей оставляли дома, оставляли с ружьем, потому что если, не дай бог, кто-то из преступников придут, чтобы дети могли хотя бы как-то отбиться. Кроме обычных уголовников, орудовавших по всей стране, в Советский Союз хлынули диверсанты. Их ликвидация стала чуть ли не первостепенной задачей для милиционеров. Во главе борьбы с преступностью в Хантамансийске тогда стоял Василий Куликов. Это был 42-й год, и было для него непростое время. Тогда была такая непростая страница истории, когда наш российский генерал-предатель Иван Бессонов попал в плен к немцам и решил создать диверсионный отряд. То есть он предложил немцам разрушить Советский Союз изнутри, с тыла. Для этого суть была в чем? Диверсионные отряды должны были высадиться в лагерях, тюрьмах в тех местах и разоружить охранников, вооружить заключенных и поднять на восстание. И одной из точек высадки десанта, вот этого диверсионного, был Абдорск, Березово и Самарова как раз. Это часть известного плана немцев под названием Цепелин. Диверсанты подразделялись на четыре группы. Одна разведывательная, вторая пропагандистская, а также повстанческая диверсионная. Апогеем этого плана должно было стать убийство Сталина. Он был награжден именным пистолетом системы Коровина. Это была на тот момент очень высокая награда, не каждый мог получить эту награду. Плюс он был награжден за ликвидацию повстанческих группировок, за ликвидацию профашистских различных группировок. Вот на этом месте располагалось здание отдела милиции в то время. Сложно поверить, но в годы войны численность сотрудников Ханты-Мансийского отдела НКВД была всего 12 человек. Вот как раз у меня в руках архивный документ. Это расстановка личного состава окружного отдела НКВД. Здесь оперуполномоченный всего один, а также пожарный инспектор, паспортист и секретарь щитовод. Сегодня сотрудники ветерана МВД занимаются поиском информации о наших земляках, как воевавших на фронте, так и работавших в тылу. Десятая дивизия НКВД формировалась у нас с января месяца. Она была предназначена для охраны при фронтовой территории. В этой дивизии было 6 полков. Мы работаем с архивами, чтобы выяснить наших земляков, которые участвовали в обороне Сталинграда. В 10-й дивизии численность сотрудников НКВД с 5 полками было 5 783. К октябрю месяца в живых осталось в дивизии всего 200 человек. Сегодня органы внутренних дел уже не те, что были раньше. Кратно возросла численность, а после реформы и название поменялось. Но вот что осталось неизменным, это понятие чести, долга и трепет, внушаемый преступником. Антон Войтович, Екатерина Нефедова, Виктор Севков. Телеканал «Югра» специально для программы «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова